Если ты делаешь все правильно, значит и внимание будет у зрителя, у любого, у взрослого, у маленького зрителя. Поэтому главное честно просто работать, тогда все хорошо. Ведь спектакль, я уже говорил, это общение. Спектакль, театр начинается тогда, когда появляется зритель. Вот сейчас у нас с вами театр. Бывают актеры очень яркие, очень интересные, бывают актеры более скромные, нормальные. Пока учились, я видел некоторых людей, которые в жизни были очень яркие, очень эпатажные, а на сцене они становились очень блеклыми и неинтересными. А наоборот, некоторые люди, которые в жизни были очень блеклыми и незаметными, выходя на сцену, становились очень яркими, от них глаз нельзя было отвести. Поэтому артисты в жизни бывают абсолютно разные. Это такой стереотип, клише, что артист должен быть всегда артистом, должен всегда громко разговаривать, шутить, веселиться. Нет, совершенно обычные люди, так же они приходят домой, идут в супермаркет, ну либо в кафе какой-нибудь. Так же идут в ванную, ложатся спать, и все у них то же самое. Дело в том, как ты думаешь, как ты работаешь именно, о чем ты думаешь, что ты хочешь сказать в своей роли, с чем ты выходишь перед зрителем, как ты разминаешься перед спектаклем. Это целая структура, это такой же труд. В принципе, там искусство как такового, это процентов 5-10, все остальное, это просто работа, та же самая математика. Любой спектакль, любая творческая профессия, я думаю, вам об этом скажут и живописцы, потому что у них тоже есть основы композиции, цвета и тому подобное, музыканты, что везде есть своя математика, везде есть своя какая-то такая рутинная работа. И только после того, как ты проделал вот эту рутинную, порой даже скучную работу, и артисты ее проделывают, она интересна, конечно, для себя, но как бы она, кажется, кому-то может показаться очень скучной и неинтересной. Редактор субтитров А.Семкин